Утренний эспрессо Сегодня в утреннем эспрессо прогноз погоды осветит наш коллега из мира сети Богдан Заверуха. В канун дня железнодорожника в Ганцевичах появился необычный арт-объект с подробностями наши корреспонденты. Доброе утро, всем отличного настроения и продуктивной недели. Марьяновичи, доброе утро, всем отличного настроения. Доброе утро, Брест. Просыпаемся. Врещане, доброе утро, прекрасного настроения и привет из Гродно. Стать частью команды Утренний эспрессо – это реально как никогда. Сейчас наша программа набирает обороты и ищет талантливых и амбициозных людей. У вас есть шанс заявить о себе, успешно пройти кастинг и стать частью нашей команды. Ждем ваше резюме с видео-визитками до 15 августа, а дальше кастинг, знакомство и уверенно плодотворная работа. Желаем творческого вдохновения и солнечного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Гродно. Сильный характер – яркая игра. Напоминаю, что Белтель радиокомпания ведет прямые трансляции вторых игр стран СНГ. Телеканалы «Беларусь-5» и «Беларусь-5 Интернет» предлагают наиболее полную картину соревнований. Уважаемые телезрители, в режиме реального времени вы можете следить за ходом состязаний по десяти видам спорта. С подробным графиком трансляций можно ознакомиться на официальном сайте Белтель радиокомпании. Следите за новостями, болейте за наших и пусть сегодняшний день войдет в историю спорта с новыми победами. Сегодня 8 августа и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли домашней фабрикой холода. 8 августа 1927 года родился Святослав Николаевич Федоров, хирург-офтальмолог. Федоров первым осуществил операции по имплантации искусственного хрусталика. Дал импульс сразу нескольким основополагающим направлениям, без которых немыслима современная офтальмология. С его именем связано само понятие прогресса в медицине. 8 августа 1929 года немецкий пассажирский дирижабль «Граф Цепелин» впервые в истории дирижаблей начал полет вокруг земного шара, завершившийся 29 августа. Всего за 21 день «Граф Цепелин» пролетел расстояние в 35 тысяч километров. В дальнейшем самый удачный из пассажирских дирижаблей пролетит более миллиона километров и перевезет в общей сложности около 13 тысяч 100 человек, прежде чем будет списан на лом накануне Второй мировой войны. 8 августа 1972 года группа ученых заявила об обнаружении в озере Лохнесс, Шотландия, гигантской рептилии. Считалось, что глубоководное озеро спасло от вымирания семейства плезиозавров. Длина озера 38 километров, ширина 2 километра, а самая глубокая отметина уходит за 300 метров. Вода в озере никогда не замерзает. Согласно большинству свидетельств, животное больше всего походило на доисторическое существо. Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Он был утвержден по инициативе Международного фонда по защите животных не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кошки испоком веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. От паровоза до современного электровоза. Такой путь прошла белорусская железнодорожная магистраль за 160 лет. В юбилейный год и в честь Дня железнодорожников Ганцевичев появился необычный арт-объект. Подарок жителям райцентра от железнодорожников Барановичского отделения Белорусской железной дороги. С подробностями наши корреспонденты. Гидроколонна, или, как говорят в народе, паровозная колонка, установлена на привокзальной площади. Это первая городская достопримечательность, которую увидят прибывающие на станцию Ганцевичи пассажиры. Более века назад гидроколонна использовалась для снабжения паровозов водой во время их остановки. Еще одна важная функция – сигнальная. Днем окрашенная в красный цвет ее поворачивающаяся часть, а ночью красный огонь фонаря в обе стороны подавали сигнал «Стоп». Расскажу вам интересное. До сих пор бытует версия, что свою знаменитую периодическую таблицу элементов Менделеев увидел во сне. Миф этот зародился еще при его жизни, и когда ему его озвучили, химик обиделся, заявив, что он, может быть, лет 20 думал над этим открытием, а ему говорят, что все было вот так просто, увидел во сне и готова обидеть химика. Может, каждый. Таблицу знают все. Менделеева знают все. А кто из вас, дорогие телезрители, ответит на этот вопрос? Имя Менделеева? Дмитрий. 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 Как? Менделеева. Дмитрий. Нет, я не знаю, честно. Менделеев. Менделеев. Иосиф. Михаил Ломоносов, а Менделеев – Дмитрий. Дмитрий. Говорят, понедельник – день тяжелый, а вторник – тоже напряженный. Так ли это, спросим у Луны. Вторником управляет Марс, планета воинов. В этот день можно открыто бороться с собственными проблемами, доказывать личную точку зрения и добиваться своего. Марс придает сил, но в то же время пробуждает в нас агрессию. Не стоит во вторник вступать в споры и затевать конфликты. Энергия Марса дается для того, чтобы набираться решительности и уверенности, для преодоления трудностей, а не для того, чтобы конфликтовать и показывать свою силу. О чем еще расскажет нам Луна? Далее в программе. Фаза Луны – третья четверть. Луна – убывающая. Символ дня – белый кролик. Приходится признать, что энергетика этих суток тяжелая и темная. И при всем при том очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию. Не поддавайтесь всеобщей взвенченности, которая охватывает людей в этот день. В любой ситуации сохраняйте душевный покой. Постарайтесь не оказываться в толпе людей, а также избегайте соблазна с кем-нибудь поссориться. Это день внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды, претензий из-за обманутых надежд и неосуществленных планов. Для рожденных в этот день характерна цепкость, хватка, любое дело доводится ими до конца. Они продвигаются по жизни во всем, проявляя зрелость и законченность. Если у таких людей есть направленность на светлые дела, их достижения могут быть великолепны. Показаны физические упражнения, способствующие гармонии, тренировке равновесия. Полезны также очистительные процедуры, оздоровительные мероприятия и обязательно проведите время на природе. Благоприятен посев лиственных зеленых крес-салат, щавель, редиса, редьки, дайкона. Посев семян выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний период. Сохраняйте внутреннее спокойствие, проявляйте собранность, непоколебимость. Старайтесь избегать многолюдных мероприятий, неизвестных мест, новых компаний. Сегодня новый день в истории вторых игр стран СНГ. Новый старт и новые победы. Но хочется еще раз выразить поздравления и восхищение. В художественной гимнастике, покорившей наши сердца, яркой звездой взошла на пьедестал Алина Горнасько, лидер национальной команды. Она завоевала свою золотую медаль в упражнении с мячом. В биографии Алины теперь есть титул чемпионки вторых игр стран СНГ. В упражнении с булавами белоруска завоевала серебро. А в упражнении с булавами и лентой у Алины две бронзовые награды. Всего у Горнасько шесть наград мультиспортивного форума, сильный характер, яркая игра. Поддерживая волну красоты и спорта, в эфире «Утренний фитнес». Я приветствую вас. Меня зовут Екатерина. И сегодня мы рассмотрим комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса и здоровья спины. Итак, первое упражнение – исходное положение. Сидя на пятках, ладони на краях, ковра широко. Впереди воображаемая низкая планка. На вдохе сгибая руки в локтях, пролазим под ней, а на выдохе возвращаемся назад. Итак, вдох, локти в стороны. И на выдохе – исходное. Продолжаем. Вдох. И три. Четыре. Пять. Руки сильные, плечи от ушей. И последний. Закончено. Итак, для следующего упражнения занимаем исходное положение. Четырехугольник. Ладони под плечами, колени под тазом. Ладони. Ставим пальцами навстречу друг другу. Представляем, что из центра груди у нас светит фонарик. И на вдохе, сгибая руки в локтях, светим вправо, в центр, влево, возвращаемся в исходное. Взглядом, провожая движения. Два. Три. Одно плечо вниз, а потом другое. Четыре. Вдох. И наверху лопатки в потолок. Пять. Шесть. Семь. Увеличиваем амплитуду. Восемь. И повторим в другую сторону. На вдохе взгляд в сторону, в центр и в сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Отлично. И последнее упражнение. Исходное положение планка. Ладони под плечами. Для продвинутых со стоп. Кому сложно, можете сделать с колен. Итак. На вдохе опускаемся на предплечье. А на выдохе поднимаемся на прямые руки. Итак. Вдох. Выдох. Старайтесь, чтобы таз не крутился. Три. Четыре. Пять. И продолжим с другой руки. Пять. Четыре. Три. Взгляд в пол. Два. Один. Фух, закончили. Я желаю вам веселого, бодрого, продуктивного дня. Начинается самое интересное. Конкурс в утреннем эспрессо. Для участия приглашаются все желающие. Условия. Смотрите телеканал Беларусь4 Брест. Находите Богдана Заверуху в эфире. Делитесь совместными фото, видео с Богданом в инстаграме и историях и публикациях. Отмечайте аккаунт ТРК Брест. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Конкурс продлится по 18 августа. Победителем станет участник, собравший большее количество лайков на странице телерадиокомпании. В эфире утреннего эспрессо 21 августа мы объявим победителя и он получит приз. И только никому не рассказывайте, что я подсказала. Готовьте селфи-камеру. Здравствуйте, с вами Богдан Заверуха. Все еще размышляю над тем, являетесь ли вы потусторонними, если находитесь по ту сторону экрана. О погоде, конечно, тоже думаю. Свежий прогноз на сегодня. 8 августа. Вторник. В городах Каменец и Береза температура днем плюс 19, облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. А вот в Барановичах и Ганцевичах погода может капризничать. Кратковременные дожди, слабый ветер, облачно. Температура днем плюс 19, плюс 20 градусов. В Ивоцевичах плюс 20, солнце будет периодически прятаться за облаками. Или смущается, или просто не в настроении. В Кобрине и Лунинце прохладное утро, а днем распогодится плюс 19, плюс 20, облачно с прояснениями. В Пинске высокая вероятность дождя. Захватите зонд и надежду на приятный безоблачный вечер. В Столине плюс 20, слабый ветер. В Драгичине и Пружанах солнце будет живописно пробиваться сквозь облака. Плюс 19, без осадков. В Бресте плюс 20, умеренный ветер и вероятный послеобеденный дождь. На этом все. Берегите себя и не пеняйте на погоду. Может быть, мы ей тоже не нравимся. Интересно, влияет ли погода на артериальное давление? Как нормализовать высокое давление и исключить факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, расскажет гость утреннего эспрессо Ирина Кахнюк. Врач-кардиолог учреждения здравоохранения Брестская областная клиническая больница. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. По статистике, 20% жителей нашей планеты гипертоники. Расскажите нам, пожалуйста, кто чаще страдает гипертонией? Как правило, чаще страдают мужчины в возрасте до 50 лет. После 50 лет наблюдается больше это заболевание у женщин. Но две трети мужчин и женщин старше 65 лет страдают артериальной гипертензией. Но следует также учитывать то, что более 90% нашего населения в возрасте 55 лет при нормальном самочувствии могут страдать артериальной гипертензией, сами того не подозревая. Как выявить её, как понять, что что-то не так с организмом? Сначала заболевание может протекать бессимптомно, после чего могут быть, как правило, такие предвестники, звоночки о том, что развивается артериальная гипертензия. Человек может чувствовать недомогание, головную боль, головокружение, пульсацию в височной области, затылочной области, покраснение лица. Чаще всего они списывают это на стрессы и хроническое переутомление. Как понять, что что-то не так? Как это отслеживать? Необходимо измерять артериальное давление. И при этом, если вы наблюдаете то, что у вас артериальное давление выше, чем 135 на 85, необходимо обратиться к врачу для дальнейшей коррекции проводимого лечения и профилактики артериальной гипертензии. В домашних условиях может ли человек это сам делать? Да, естественно, это необходимо делать, особенно если у вас есть заболевание у ближайших ваших родственников, вы ведёте малоподвижный образ жизни, у вас присутствуют вредные привычки, такие как злоупотребление алкоголем и курение, сахарный диабет, в общем, абдоминальное ожирение, поэтому, да. Это тонометр, правильно я понимаю? Да, да. То есть нам нужен тонометр. Какие виды бывают? Я вот помню сразу, как такой с грушей. Это что? Это если выбирать тонометр для домашнего использования и для самоконтроля артериального давления, то я бы рекомендовала полуавтоматический либо автоматический. Если вам будет измерение артериального давления проводить специалист, то тогда механический тонометр. Но не рекомендовала бы тонометры, используемые для измерения артериального давления на запястье либо на пальце, потому что можно получить некорректные данные. А вот по поводу некорректных данных, какие ошибки? Ошибки при измерении артериального давления? В домашних условиях можно допускать такие ошибки при измерении артериального давления, как неправильное наложение манжеты, использование манжеты, не соответствующей диаметру плеча. Как правило, манжета должна охватывать плечо на 80%. Если проводить правильную оценку артериального давления, то необходимо за полчаса исключить употребление чая крепкого, кофе, приём пищи, курение опять же. Необходимо успокоиться перед измерением артериального давления. Спокойность сесть. Спокойность сесть, да. Расположить руку на столе в идеале. А разговаривать можно при этом? Нет, нельзя не разговаривать, нельзя быть напряжённым, скрещивать ноги. Производить необходимо измерение на двух руках с интервалом в 1-2 минуты. У нас будет разное значение, правильно? Может получить разные значения, при этом необходимо измерять артериальное давление в последующем на той руке, на которой получилось выше артериальное давление. Если мы этой разницы не получим, то тогда измеряем на нерабочей руке. Ирина, записываю, да, всё записываю. Да, необходимо. Что делать, да, и как я могу понять, что что-то выходит из-под контроля? Какие должны быть цифры? Симптоматика, прежде всего. Потом артериальное давление выше, чем 135 на 85. Тогда записываемся к врачу и идём с соответствующими жалобами для получения квалифицированной помощи. Вы говорили о факторах риска. Да. Вот ещё раз нашим телезрителям подробнее. Выделяют ряд факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся курение, ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и повышение липопротеинов. Необходимо обратить внимание именно на липопротеины низкой плотности. Чтобы исключить факторы риска, необходимо следить за своим самочувствием и необходимо эти факторы риска убрать. Правильно? Да. Курение. Расскажите нам о курении. Курение очень пагубно влияет на организм. Это всем известно. Если убрать курение, то, соответственно, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если пациент, человек, курил на протяжении длительного времени, более 20 лет, естественно, его организм уже получил дозу никотина. И если он откажется от курения, то, соответственно, риск снизится, но всё равно останется высоким. И следует также отметить, что многие жалуются на то, что при отказе от курения они набрали лишний вес. Это может быть, но риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при курении гораздо выше, чем эффект от того, что мы набрали лишнюю массу тела. Курить обычные сигареты и курить современные нынешние, которые говорят, что никакого вреда у вас от них не будет, это то же самое? Электронные сигареты, они разогревают никотин и другие химические вещества до пары, соответственно, они попадают в организм человека, но без табачных примесей, без такого количества табачных примесей. Но говорить о том, что электронные сигареты, они безвредны и их можно употреблять, нет. Электронные сигареты несут всё-таки вред, вызывается привыкание и также следует избегать двойного курения. Что делать с весом? Какой вес максимальный, недопустимый? Вес максимальный, недопустимый, ну, в общем, можно сказать о том, что для каждого человека есть свой вес. Он рассчитывается по определённой формуле, рассчитывается рост, вес и, соответственно, индекс массы тела. Вот следовало бы обратить внимание на индекс массы тела. Если у вас есть избыточная масса тела, то нужно уже задуматься. Что-то происходит в моём организме не так. Необходимо подкорректировать своё питание и, возможно, увеличить физические активности. Рекомендовано проведение физической активности около 150 минут в неделю. Ну, если это интенсивные физические нагрузки, они, допустим, проводятся в зале под контролем фитнес-тренера, то около 75 минут. Это минимум, что должно проводиться. Так, Ирина, к нам в студию поступил вопрос от нашего телезрителя. Читаю. Рано утром, проснувшись, я люблю заварить себе чашечку ароматного эспрессо. Вредно ли это или полезно? Если у вас есть предрасположенность к развитию артериальной гипертензии и вы страдаете повышенным артериальным давлением, то это вредно. Но если у вас есть склонность к пониженному артериальному давлению, то ваше утро можно начать с ароматного утреннего эспрессо. Ирина, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? 80% преждевременных инфарктов головного мозга и инфарктов миогарда можно предотвратить. Чем раньше вы займете своим здоровьем, тем быстрее улучшится ваше качество жизни. Я желаю всем вам крепкого здоровья. Благодарим, Ирина, за то, что вы поделились важной информацией и провели это утро в компании утреннего эспрессо. А я напоминаю, дорогие друзья, у нас в гостях была Ирина Кахнюк, врач-кардиолог учреждения здравоохранения Брестская областная клиническая больница. Берегите себя и своих близких, и пусть ваше артериальное давление всегда будет в норме. А далее анонс в утреннем эспрессо. Далее в утреннем эспрессо. Герои рубрики «Человечки» откроют тайну, зачем нужны игрушки-антистресс. В рубрике «Красивое утро» все о кремовых масках и уходе за кожей лица. Доброе утро. Улыбнитесь. Хочу пожелать своему городу самого солнечного утречка, потому что у нас сегодня на дворе солнечно. Всегда хочу, чтобы и в душе у каждого брещанина было такое радостное настроение. Доброе утро, дороги Чан. Желаю всем хорошего настроения. Доброе утро, Брест. Доброе утро, Пелище. Хочу пожелать вам терпения, достигать своих целей и успеха во всех своих начинаниях. Брест. Желаю вам хорошего дня. Доброе утро, Брест. Всех брещан с добрым утром. Желаю всем позитивного дня и хорошего настроения. Доброе утро, Брест. Просыпаемся. Кто самый добрый? По мнению астрологов, в пятерку добряков и простодушных знаков зодиака входят рыбы, рак, стрелец, водолей и лев. Представленный рейтинг является субъективным. Важно помнить, среди представителей каждого знака зодиака есть добрые и великодушные люди. Вы всегда можете развить в себе личностные качества, которые помогут вам оказывать помощь, сочувствие. Ведь доброта – это великий дар, это ключ к душе человека. Желаем вам отыскать свой заветный ключ и распахнуть свое сердце миру. А о чем еще говорят звезды, узнаем прямо сейчас. Сегодняшний день обещает быть упорядоченным и продуктивным. Вы будете ощущать чувство организации и стремление к совершенству. Ваша практичность и дисциплина помогут вам справиться с задачами, стоящими перед вами. Сегодняшний день для тельца обещает быть спокойным и стабильным. Ваша уверенность и настойчивость помогут вам преодолеть любые препятствия, с которыми вы можете столкнуться. Вам предстоит встретиться с интересными возможностями, которые откроют новые горизонты. Ваше терпение и настойчивость помогут вам достичь великих результатов. Постарайтесь не усугублять ситуацию своим негативным отношением. Помните, что это временные трудности и справиться с ними можно. Поддерживайте связь с близкими людьми и обращайтесь за помощью. Сегодняшний день обещает быть полным оптимизма и приключений. Вы будете ощущать в себе стремление к свободе и позитивную энергию, что поможет вам наслаждаться каждым моментом. Ваша щедрость и оптимизм привлекут к вам интересные возможности и новые знакомства. Поддерживайте свою страсть к жизни и не бойтесь выражать свои идеи и мнения. Будьте готовы к новым возможностям и действуйте с уверенностью. Поддерживайте баланс между действиями и отдыхом, чтобы сохранять свою энергию и чувствовать себя хорошо. Доверьтесь своей интуиции. Ваше терпение и настойчивость помогут вам достичь великих результатов. Будьте открыты новым идеям и готовы использовать их в своей работе. Вы будете ощущать гармонию и понимание с окружающими вас людьми. Стрельцы, прежде чем принять какое-либо решение, оцените риски и последствия. Возможно, для достижения нужных результатов вам придется пожертвовать чем-то важным. В этом случае лучше отказаться от задуманного. Не исключено, что козерогам сегодня придется разочароваться в ком-то из близких. Но прежде чем делать окончательные выводы, найдите больше информации о событии, выслушайте разные мнения. Дела, которыми водолеи занимались долгое время, сегодня могут быть благополучно завершены. Некоторые получат ответ на важный вопрос, который давно их занимал. Проявляйте инициативу в общении. Удачный и плодотворный день для рыб. Вы можете заключить выгодную сделку или быстро решить сложный вопрос. Старайтесь делать как можно больше сегодня, чтобы разгрузить следующие дни. Что такое стресс и как с ним бороться? Уверена, взрослый человек со знанием личного опыта может ответить на оба вопроса. Суть явления ясна. А как бороться, уверена, каждый для себя определил. А вот какой же стресс бывает у детей, что необходимо для борьбы с ним покупать игрушки? Об этом мы узнаем сейчас у юных героев рубрики «Человечки». Чтобы когда тебе, например, тебя раздражает что-то, чтобы успокаиваться. Меня это, наоборот, раздражает еще больше. Просто когда мне что-то плохо, я вот пытаюсь этим антистрессом успокоиться. Нажимаю лоб, например, пупы. Я беру его, каждую пупырку лопаю, и в конце я даже другую сторону не пролопала, и он весь лопается. Стресс – это когда тебе, ну, например, ты как-то в стрессе. Ты берешь ее, жмякаешь, и тебе становится приятно, и оно, типа, убирает стресс. Это такая игрушка, которая может, которая, например, может, ну, которая снимает стресс. Чтобы стресс снять, например, если ты много работал, то можно сделать там, помять вот так, и ты успокоишься. Иногда бывает стресс у меня, но у меня другой антистресс, у меня телефон. Чтобы, когда ты в психе, то ты жмешь, и у тебя руки разменяются, или еще там что-то. Из души в сердце душа приходит, и ребенок становится спокоен. Антистресс – это игрушки, которые можно, там, из них лайфхак делать, там можно с ними, ну, местами как-то перемешать. Там, как, например, там кубик Рубикс, ну, например, там можно все цветами местами перемешать. Это и есть антистресс. Чтобы успокаивать себя, чтобы он был, чуть-чуть был он хорошо, чтобы, чтобы, когда нервы уходили, чтобы нервы уходили, и, ну, было очень, было приятно, и голова перестала болеть иногда. У меня бывает стресс. Игрушка такую антистрессную, и я ее разную за ним, но я с ней просто могу делать, что хочу. Думаю, как раз сейчас самое время взять в руки игрушку антистресс, ведь мы болеем за наших. Напоминаю, что Белтелерадиокомпания ведет прямые трансляции вторых игр стран СНГ. Телеканалы «Беларусь-5» и «Беларусь-5 Интернет» предлагают наиболее полную картину соревнований. С подробным графиком трансляций можно ознакомиться на официальном сайте Белтелерадиокомпании. В режиме реального времени вы можете следить за ходом состязаний по десяти видам спорта. Но не просто следить, а волноваться, сопереживать и поддерживать. А нашим спортсменам желаем побед и новых рекордов. Продолжение следует... Нужно ли ухаживать за кожей лица? Некоторые представительницы прекрасного пола скажут, нет, мы без того красивые. А вот остальные согласятся. Красота кожи зависит не только от природных данных, но и от грамотного домашнего ухода. Ежедневное бьюти-рутина избавит от мелких несовершенств. Даже если выраженных проблем с кожей нет, то уход за лицом поможет продлить ее молодость и красоту. О том, как заботиться о своей коже, расскажет специалист рубрики «Красивое утро». Здравствуйте! Меня зовут Алина Корнелюк, я косметик пятого разряда. И сегодня мы поговорим о важной теме – кремовые маски. Кремовые маски бывают разных типов. И сейчас я буду готовить нашу модель к нанесению и подробно рассказывать про них. Первым этапом всегда при кремовых масках мы делаем очищение. Очищение происходит с помощью водички и очищающих средств. Мы с вами возьмем гель. Он с лактобионовой кислотой. Она нам будет увлажнять нашу кожу и очищать хорошо. Следующим этапом обязательно делаем энзимный пилинг. Он нам будет очищать родовевшие чешуйки кожи, разрывая наши связи между ними. При этом все остальные препараты еще глубже проникнут и сделают свой эффект. Наш энзимный пилинг представлен в виде геля. Хорошо втираем, в течение 15 минут разносим. И энзимы работают на коже. Любой энзим, который бы вы ни возьмете, или с профессиональной косметики, либо с масс-маркета, будет работать тепло плюс вода. Так раскрываются энзимы и оказывают свое активное воздействие. Сейчас я оставлю немного энзимный пилинг и расскажу вам подробно про кремовые маски. Кремовые маски в своем составе имеют основу какую-то и активные ингредиенты, активные компоненты. На что влияют наши активные компоненты, что они могут делать? Маски от этого могут быть улажняющие, адсорбирующие, регенерирующие, противовоспалительные. То есть достаточно много оказывать воздействия на нашу кожу. И действительно кремовая маска это must have. Ее можно использовать как и дома, так и мы активно используем в своей работе в кабинете косметологов. Сейчас я начинаю смывать наш энзимный пилинг и мы обязательно с вами будем использовать тоник или лосьон, в зависимости от типа кожи. Для чего он используется? Для того, чтобы нормализовать пиаш нашей кожи и убрать соль жесткости. Сегодня мы используем маску Acne Out. Она будет оказывать противовоспалительное действие, адсорбирующие, то есть забирать с себя наше кожное сало, а также будет выравнивать тон лица. Почему я выбрала именно эту маску кремовую? Так как у нас есть немного высыпания, сейчас все-таки уже жарко и хочется немножко забрать кожное сало на себя, чтобы это поработала наша маска. Итак, начинаем наносить. Нашу кремовую маску мы можем наносить либо кистью, либо руками. С точки зрения эстетики сегодня мы, конечно, будем наносить кистью в домашних условиях. И сейчас достаточно часто в профессиональных кабинетах мы используем нанесение руками. Итак, начинаем с вами от центра и выводим к периферии. Достаточно плотно стараемся нанести. Эту маску мы не наносим близко к глазам. В зависимости от производителя, уже тоже будете читать в инструкции, можно маски и ближе наносить, но эту именно мы не наносим. Не забывайте про подбородок. Сейчас мы будем выдерживать время экспозиции. Здесь мы ее выдерживаем 10-15 минут. Также время экспозиции в зависимости от производителя может быть увеличено или уменьшено. Кремовая маска у нас выполняется 1-2 раза в неделю, в зависимости уже от эффекта, который мы хотим. Итак, время экспозиции нашей маски вышло. И сейчас будет интересный момент. Обратите внимание, как она подсохла, интересно. Улыбнитесь, модель наша. То есть видите, как прям тянет всю кожу. И сейчас для того, чтобы комфортно было смывать эту маску, мы немножко ее сэмульгируем. Берем водичку на ручки. И добавляем в нашу маску. Видите, она опять превращается в такую консистенцию, удобную, комфортную для смывания. Также можно приложить салфеточки мокрые. Обязательно это делайте. То есть если вы используете глиняные маски, для того, чтобы комфортно было для кожи не тянуть ее. Сэмульгировали, либо приложили влажные салфеточки. И тогда уже смываем. После того, как я смыла маску, сейчас я буду обязательно использовать тоник. И завершающие крема. Крем я также возьму для жирной комбинированной кожи, для того, чтобы поддержать эффект нашей кремовой маски. Кремовая маска – это та процедура, после которой вы получите сразу красивую и сияющую кожу. С вами была Алина Корнелюк. Берегите себя красивой и здоровой вам кожи. Перед тем, как мы перейдем к рубрике «Правовая консультация» – минутка профессионального юмора в утреннем эспрессо. Встречаются два юриста. «Здравствуйте», – говорит первый, «как я рад с вами познакомиться, я столько о вас слышал». Второй отвечает, «мало ли что говорят люди, а вы попробуйте доказать». Вот такие интересности, дорогие наши телезрители, берем на заметку. За что наниматель может привлечь меня к дисциплинарной ответственности? В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, работники обязаны выполнять письменные и устные приказы распоряжения нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным правовым актам. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работников своих трудовых обязанностей может выражаться в нарушении требований законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, обязанностей по трудовому договору-контракту, должностных инструкций, положений и приказов распоряжения нанимателя. За неисполнение своих обязанностей работники несут ответственность, предусмотренную трудовым законодательством. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabrest.by, разделе программы «Утренний эспрессо». Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конкурс продлится по 18 августа. Победителем станет участник, собравший большее количество лайков на странице телерадиокомпании. В эфире «Утреннего эспрессо» 21 августа мы объявим победителя. Забыла сказать самое главное – победитель получит классный приз. И маленькая подсказка – готовьте селфи-камеру. Здравствуйте, с вами Богдан Завируха. Все еще размышляю над тем, являетесь ли вы потусторонними, если находитесь по ту сторону экрана. О погоде, конечно, тоже думаю. Свежий прогноз на сегодня. 8 августа. Вторник. В городах Каменец и Береза температура днем плюс 19, облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. А вот в Барановичах и Ганцевичах погода может капризничать. Кратковременные дожди, слабый ветер, облачно. Температура днем плюс 19, плюс 20 градусов. В Ивацевичах плюс 20, солнце будет периодически прятаться за облаками. Или смущается, или просто не в настроении. В Кобрине и Лунинце прохладное утро, а днем распогодится плюс 19, плюс 20, облачно с прояснениями. В Пинске высокая вероятность дождя. Захватите зонд и надежду на приятный безоблачный вечер. В Столине плюс 20, слабый ветер. В Драгичине и Пружанах солнце будет живописно пробиваться сквозь облака. Плюс 19, без осадков. В Бресте плюс 20, умеренный ветер и вероятный послеобеденный дождь. На этом все. Берегите себя и не пеняйте на погоду. Может быть, мы ей тоже не нравимся. Драгоценные наши зрители. Телеканал «Беларусь-4 Брест» и программа «Утренний эспрессо» желают вам добрых вестей и радостных событий. Знаете, наша команда всегда думает о вас, и мы намерены сделать ваше утро ярче и радостнее. Напоминаю, что вы можете стать частью нашей команды. Ждем ваше резюме с видео-визитками до 15 августа. А что же дальше? Кастинг, знакомство и, уверена, творческая реализация. «Утренний эспрессо» ждет вас. А я, Ксения Цинская, прощаюсь с вами и говорю, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!